«Уединение». Эпиграф. «Все лучшее рождается, вынашивается и творится в уединении». Епископ Аркадий Лубенский. Со своей первой утренней и внимательной молитвы христианин отходит очищенным, обновленным духом и умиротворенным. Как сохранить, возможно, полнее эту тишину духа в течение дня? Одним из главных и надежных средств для этого является достижение, возможно, большего уединения для устранения себя от мира страстей и суеты и от тех, кто носит в себе эти страсти и суету. Как пишет преподобный в Арсенофе Великий, «Пока ты пребываешь с людьми, ожидая скорбей, опасностей и прирожения мысленных ветров. Когда же достигнешь в уготованное тебе пристанище безмолвия, тогда не будешь иметь страха». Как советует старец Парфений Киевский, «Все средства употребляет для снискания мира душевного, и ничем, кроме молитвы и уединения, не обретешь его». Поэтому благо тем счастливцам, которые любят и ценят уединение, и имеют возможность пользоваться им. Хорошо и тем, кто в какой-то мере еще может приобщаться к Нему. Но как трудно тем, кто не имеет возможности уединяться хотя бы по временам, на несколько часов в день. Христиане, если они действительно Христовы, должны иметь желание, чтобы в их душах отображался Сам Христос. Они должны стремиться, чтобы эта власть Христа над душой была, возможно, полнее, ничто бы ей не соперничало, ничто бы не мешало подражать Христу. Поэтому наиболее ревностные из христиан бежали от мира, уединялись, жили в монастырях, пустынях и затворах. Там они достигали того тесного единения со Христом и той полноты отображения в себе Его образа, которое, может быть, уже будет более невозможно людям последнего времени, когда не будет ни пустынь, ни монастырей, ни уединения. Как пишет преподобный Антоний Великий, «Всякие, желающие быть истинно-духовным подвижником, должен стараться держать себя вдали от шумного многолюдства и не приближаться к Нему, чтобы быть и телом, и сердцем, и умом вне смятения». Господь наш показал нам образец удаления от людей и уединения, когда один особо восходил на гору для молитвы. В мире врагу удобнее теснить нас своими орудиями и внешними, и внутренними, так привлекая к себе некоторых людей, как пособников и подручников Ему послушных, Он при посредствии их ведет брань против верных. О том же пишет и преподобный Исаак Сириянин. «Кто любит собеседование со Христом, тот любит быть уединенным, а кто любит оставаться со многими, тот — друг мира сего. Если любишь покаяние, возлюби безмолвие, ибо вне безмолвия покаяние не достигает совершенства». Здесь следует упомянуть, что не только подвижники искали уединения, но и многие из мудрых светских людей очень ценили его. Так, например, известный английский писатель Вальтер Скотт говорил, что если бы ему предложили на выбор жизнь, полную довольства и богатства, но лишили бы его возможности оставаться на несколько часов наедине с собой, и, с другой стороны, одиночную камеру в тюрьме, то он выбрал бы последнее. Духовная жизнь нежна, и звуки неба едва уловимы для нашего так слабо развитого внутреннего слуха. И можно ли среди канонады дневных впечатлений, суеты и страстей мира услышать нежные мотивы райских мелодий и тихие голоса небожителей? Звезды всегда сияют в безоблачном небе. Но можем ли мы их видеть в ослеплении солнечного дня? И лишь когда глаз сохранен от ярких впечатлений света, то он делается способным к восприятию мерцающих тихим светом звезд. Так, только в уединении мы сможем прислушаться к внутренним нежным голосам совести и ангела-хранителя и уловить те посылаемые нам от Господа мысли, которые направляют нас к жизни Духа и обличают нас во грехе, нерадении и преданности суете. Поэтому уединение нужно всем христианам, чтобы найти свою душу, заглянуть в свое сердце, понять свою греховность, разглядеть пятна на своей духовной одежде. Уединение — это санаторий, где можем излечивать себя от духовных болезней, греха и страстей, где мы спасаем себя от постоянной опасности нового заражения грехом и имеем возможность побеседовать с врачами душ, священным писанием и принимать регулярно и в полной мере духовное врачество, молитву. В какой-то мере эти условия духовного роста должны иметь место для всякого христианина, какое бы положение в обществе он ни занимал. Преподобный Никодим Святогорец дает такой совет подвязающимся в невидимой брани. «Всячески старайся, сколько можно более, уединяться, как внутренне, так и внешне, чтобы всеми силами души предаться таким деланиям, начиная с молитвы, которые особенно сильны воздвигать крепкую любовь к Богу. Люби, сколько можешь, молча сидеть с Марией у ног Христа и внимай тому, что будет говорить Он душе твоей. Смотри, чтобы враги твои, из которых самый большой ты сам, не помешали этому святому твоему предстоянию в молчании Господу». Один святитель так писал об этом же своей духовной дочери «Должны вести жизнь насколько возможно замкнутую и уединенную, так, чтобы не обращать на себя внимание других и своего на других, и что самопознание лучшее знаний, и тому смерть тяжела, кто, будучи слишком известен всем, умирает, не зная себя». Необычайно высоко ценил пользу от уединения старец Парфений Киевский. Он говорил, «Неизреченная польза проистекает от уединения. Однако уединение внешнее должно сопровождаться уединением внутренним. Только совершенное удаление человека телом и мыслью может даровать мир душевный. Однако без молитвы нельзя снести уединение. Без уединения нельзя стяжать молитвы. Без молитвы же никогда не соединишься с Богом, а без всего соединения сомнительно спасение. «Если Бог с нами невидимо на земле, это знамение, что будет с нами и на небеси. Если же не узрим сердцем на земле Бога, и в небе не узрим. Поэтому уединение и молитва выше всякого блага». Святой Василий Великий так оценивает действия уединения. «Безмолвие есть начало очищения души. Ибо когда во внешних членах прекратится внешний мятеж и развлечение во внешности, тогда ум от внешних развлечений и парения возвращается в себя и успокаивается в себе, а сердце пробуждается к исследованию внутренних душевных мыслей. А один из безмолвников говорил, «Когда при продолжительности безмолвия утихает сердце мое от мятежа воспоминаний, тогда посылаются мне непрестанно волны радости внутренними помышлениями, сверхчаяния, внезапно приходящими к услаждению сердца моего». Тем, кто умеет пользоваться уединением и безмолвием и видит в себе духовные плоды от них, опасно их нарушение. Святые отцы говорят, что всякий уединенник, который покидает свою келью, возвращается в нее не тем, каким вышел. Мир разрушает его духовную собранность, лишает его в какой-то мере плодов Святого Духа. Однажды преподобный Антоний Великий оставил свою гору, чтобы посетить одного военачальника по неотступной просьбе последнего. По окончании беседы преподобный заспешил в обратный путь. На просьбу военачальника остаться преподобный ответил, «Как рыбы, оставаясь долго на сухой земле, умирают, так и монахи, замедляя с вами и проводя время в вашем обществе, расслабевают. Поэтому как рыбе должно спешить в море, так и мне на гору, чтобы, промедлив у вас, не забыть того, что внутри». Как пишет отец Александр Ельчининов, «Наша обычная жизнь, вся сплошь занятая делами и почти ни минуты не оставляющая, чтобы передохнуть и опомниться, серьезно вредит тому подсознательному, что должно созревать в тишине и некоторой бездеятельности. Хотя мы очень далеко стоим от высоты Духа уединенников и не имеем возможности подражать им в их подвиге, все же и в своей жизни мы можем и должны использовать их опыт, их знание законов духовной жизни и в какой-то, хотя и слабой мере, применять их на своем пути к Царству Небесному. Поэтому христианину, который умеет ценить и пользоваться в духовном отношении уединением, надо по возможности избегать таких дел, которые нарушают уединение. Нам надо помнить, что уединение — это наша свобода от рабства, окружающей нас суеты мира. и бесценное уединение, если душа христианина ищет прежде всего пребывание с Богом в непрестанной молитве и богомыслии. Следует упомянуть, что в практике духовного руководства католической церкви имеется специальное удаление от общения с людьми на некоторое время, практикуемое как для иноков, так и для мирян. Срок подобного удаления бывает длиннее или короче, месяц или более, смотря по желанию уединяющихся и в зависимости от того, уединяется ли духовное лицо или светское. Проводится это уединение при монастырях под опытным духовным руководством. Время уединяющегося строго распределено молитва, духовное чтение и занятие размышления и наставления и отдых чередуются и наполняют день. Есть такой рассказ «Один отец, умирая, призвал непокорного и распутного сына и взял с него обещание, что тот в продолжении месяца ежедневно будет проводить полчаса, сидя один в комнате отца». Сыну вначале очень не хотелось так делать, но помню, что это была последняя просьба покойного, он счел долгом выполнить данное им обещание. Сначала обещанные полчаса показались ему тягостными, но потом в раздумьях о своем отношении к покойному отцу, о тех огорчениях, которые он ему приносил, о своей неразумной жизни, его сердце стало размягчаться, и он все дольше и дольше стал оставаться в комнате отца. Наконец, он полностью осознал свое нравственное падение, духовно возродился и стал истинным христианином. «Смотрите, поступайте осторожно» Послание к Эфесиным, глава 5, стих 15. Помимо воздержания, христианину надо проявлять всегда, каждый день и недоверие к себе. Нет точного обозначения этой добродетели. В миру недоверие к себе скорее считают пороком и почитают самоуверенность положительным качеством характера. Однако, с духовной точки зрения это не так. Даже Соломон, мудрейший из людей своего времени, считал необходимым в каждом деле искать совета у других людей. Христианин же всегда должен помнить о глубокой испорченности человеческой и своей души и о постоянной опасности для себя услышать внутренним ухом лукавые советы и внушения со стороны своих врагов темных сил. К величайшей осторожности в словах и тем более поступках ведет христианина и та нищета духа, которая поставлена Господом как первая ступенька при восхождении по заповедям блаженства. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 3. Как говорилось уже ранее, всякую добродетель красит мера. Недоверие к себе должно проявляться у христианина в постоянном самоконтроле, в тщательной проверке каждого своего слова, желания и решения. Эта проверка иногда должна быть достаточно быстрой, если дело идет о том, чтобы, например, в разговоре сразу дать ответ на серьезный вопрос. Но в тех случаях, когда имеется возможность отсрочить важный ответ, то надо попросить у собеседника время для того, чтобы подумать. Имея для того возможность, надо помолиться на свободе, чтобы Господь прояснил ум и сердце познало волю Божию. Так поступал, например, великий старец архиепископ Арсений Чудовской. При важных вопросах его духовных детей он просил прийти за ответом на другой день. Как говорилось уже ранее, египетский старец Святой Памва также имел обыкновение отвечать не сразу. В других случаях, когда задумывается какое-либо большое и серьезное дело, например, женитьба, выход замуж, переселение в другую местность, выбор себе профессии или ее изменения, то, может быть, должны пройти месяцы, если не годы, для того, чтобы дело было тщательно продумано и решен вопрос, согласуется ли предполагаемое решение с волей Божией. Как проверить себя, никогда не доверяя себе? При случаях, не терпящих отлагательства, как, например, при ответе на вопрос, естественно, у человека остается лишь возможность вспомнить о Боге и без слов одной мгновенную мыслью, попросить у него помощи для правильного ответа или мгновенного решения, например, при внезапной опасности. В противоположном случае, когда время терпит и решение можно отложить, надо начать молиться каждый день, а, может быть, и несколько раз в день, чтобы Господь вразумил. Вопрос упрощается тогда, когда у христианина есть духовный отец или старец, к которому имеется полное доверие и к которому христианин проявляет послушание во всех делах. Если нет такового, то, кроме усердной молитвы, христианину надо искать совета у опытных в данном деле людей. Если таких несколько, то в серьезных делах надо посоветоваться со всеми и затем снова молиться, чтобы Господь открыл, кто из советчиков говорит действительно в согласии с волей Божией. Между этими двумя крайностями, необходимости сразу принять решение и возможности длительной отсрочки. В жизни чаще бывают промежуточные положения. Решение своего ума нужно осуществить в жизни, но, однако, без долгого отлагательства. И в этом случае христианину надо проверять себя, также, прежде всего, молитвой, и просить Бога о прояснении ума. Затем надо заставить себя спокойно отнестись к делу и не иметь пристрастия ни к одному из возможных решений вопроса. Сознавая искудость своего ума и свои слабости и пристрастия к кому-либо или к чему-либо, надо постараться заранее отрешиться от них, благодаря Господа за любое решение вопроса. В молитве Господу надо сказать «Я ничего не знаю сам, ничего не могу понять верно, но я хочу лишь Твоей святой воли и хочу узнать решение вопроса от Тебя, премудрого и всеблагого. Открой мне его путями, которые ты один знаешь». Как советует старец Фарсонофий Великий, надо помолиться об этом три раза, через некоторые промежутки времени, подражая Господу молившемуся три раза в Гефсиманском саду. И христианин всецело преданный воле Господней получит указание его воли. В одном случае может случиться, что сами обстоятельства в деле укажут на единственно возможное решение вопроса. В другом случае христианин услышит от кого-либо такой мудрый совет, который не оставит в нем сомнения, что через его уста Господь открыл свою волю. В третьем случае просящий вразумление ясно осознает единственно правильное решение вопроса с безусловной уверенностью в согласии этого решения с волей Господней. при искреннем желании христианина творить не свою а Божию волю Господь несомненно даст знать ее душе христианина тем или иным путем. Будем помнить его обещания просите и дано будет вам ищите и найдете стучите и отворят вам ибо всякий просящий получает и ищущий находит и стучащему отворят. Евангелие от Матфея глава 7 стихи 7 8 Это залог того, что в определенный момент хотя бы и не сразу христианин найдет правильное решение всякого жизненного вопроса в согласии с волей Божией и с высоким предназначением каждого христианина на пути его служения Господу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok